Однажды у Катапульты остров термитов лежит в руинах, но мародерствующее зло еще не закончило международное разрушительное турне. Следующее представление было решено дать в уютном городке Безмятежье. Армия всеразрушающего зла высадилась неподалеку. Привет, друзья, у микрофона антик, мы продолжаем играть в Dungeons 3, и у нас впереди 11 миссия в компании под названием Однажды у Катапульты. Ну что ж, поехали. Скептичное ко всему живому зло оставило остров термитов далеко позади и достигло прибрежной полосы неподалеку от городка Безмятежье. Безмятежье был маленьким и тихим городком, знаменитым своими оружейниками. Противоречия в этом нет, ведь как бы ни было спокойно Безмятежье, в мире всегда кому-нибудь необходимо оружие, а тихие и миролюбивые обитатели города более чем охотно снабжали всех желающих орудиями смерти, включая армии состоятельного зла до тех пор, пока цена их устраивала. Однако сейчас над ними нависла угроза разорения, ведь всеразрушающее зло никому не могло позволить снабжать оружием его врагов. Судьба Безмятежья была предрешена. Но Безмятежье огромный гарнизон, который выглядит совсем не безмятежно. Это проблема. С другой стороны, около Безмятежья размещалось несколько арсеналов с осадными орудиями. С их помощью эту огромную армию можно было чуточку укоротить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Отличная идея! Вперед, злобные псы! Захватите арсеналы, и мы продемонстрируем добрым жителям Безмятежья безотказную работу их собственных творений. Назовем это целевой рекламой. Итак, мы начали. У нас в подземелье, как обычно, уже пара комнат есть. Это кладбище, сокровищница, воронка для демонов и индюшатня. Схрона пока нет. Так, давайте сначала поторопим наших ребят, чтобы было больше золота. И начнем прокапываться. Для начала здесь прокопаем ход. Это у нас будет коридор. Здесь у нас будет комната какая-нибудь. Здесь тоже какая-нибудь комната. Так, можно, в принципе, так вот до четырех. Так, давайте-ка глянем, что у нас там. Сопляки уже у нас до четвертого уровня прокачаны, да? В 89. Ну, в принципе, пока не будем брать новых. Давайте схроны изучим лучше. Сразу исследуем НАК. Побольше лимит войск. Ну, как-то так. Так, у нас раскопки идут полным ходом. Так, все мы раскопаем. Потом придется закопать тут слегка. Тут у нас тоже золотая жила, да? Можно сделать вот так ходы. Потом тут прокапываться, чтобы в сокровищницу был быстрый доступ. Так, здесь мы обратно закопаем. Так, кого еще можно поторопить-то? Все, и ставим схрон на этом месте. Денег хватает? Денег хватает. Нормально. Так, здесь тоже комнату мы выкопаем. Так, побыстрее давайте, побыстрее. Время-деньги, а денег нет, как известно. Короче, наша цель захватить безмятежья и создать дешимулятор. Что такое дешимулятор, я понятия не имею. Ничего про него нам не говорили. Город у нас на севере карты. И плюс тут у нас арсеналы с осадными оружиями. Я так понимаю, те самые катапульты из заставки перед миссией. Как раз их построим. Будем бомбить город, чтобы уменьшить количество армии тут. И потом уже будем захватывать. Вот золотишко у нас тут открылось. В принципе, ничего сложного. Я не вижу такого три источника с коварством. Я думаю, мы там миссию пройдем быстро. Вне всякого сомнения. Давайте тут тоже прокопаем. Будет норм. Так, кладбище нам расширить вот в эту сторону все равно придется. Так что можно и тут прокопать. Так, схрон построен. Что нам еще надо дальше? Мастерскую. Так, мастерскую. Подождите, мастерскую мы, наверное, будем где-то здесь сделать. Хотя какая разница, в принципе, да? Так, мастерскую. Нет, не будем вообще ничего планировать. Нам нужно войска заказать. Чтобы уже идти воевать. Не люблю тянуть долго. Так, и... Не хватает денег. 250 золота нужно. Так, быстрее. Тут у нас жила, да? Так, еще гоблина я хочу заказать. Гоблин. Может, в принципе, еще одна орка. Гоблин, баншу. Давайте лучше баншу закажем, потому что она может по площади атаковать. А у ешка есть. Это мне очень поможет. То я постоянно ее игнорю. Все, пошли. Пошли наверх. Давайте снизу начнем. Снизу вверх будем двигаться, так как-то более, не знаю, логично, что ли. Более наглядно. Здесь обычно у нас рассказчик выступает с какой-нибудь речью. Люди без мятежья были обеспокоены. Как торговцам оружием, им было не привыкать вести переговоры с разного рода отвратительными существами. Настоящая на пороге армия гнусного зла обескураживала. Поэтому они послали отряд для тайных переговоров. Разумеется, они не рассчитывали встретить коварную машину-убийцу, которую построила в своем подземелье вероломное зло. Это ни про чем. Ничего не строил. Что? Так, отлично, один источник коварства мы захватили. Тут, походу, вообще на каждом шагу армии, на всех перекрестках. Этих ребят надо порубать. Дальше надо к этому, наверное, двигаться, да, местом? Ко второму источнику коварства. Так, больше у нас фигачит во всем. Так, кладбище мы сразу же расширим. И надо изучить арканум, если он у нас еще не изучен. Так, мастерская, арканум. Да, слушайте, что-то я тут пометил. Территорию-то оброход не сделал. Так, здесь у нас будет мастерская. Тут мы это дело закопаем. Тут будет еще что-нибудь. Пошли дальше. Ну, Банш, если что, умрет, то вернется потом. Ничего страшного. Да, у нас в этой миссии будет склеп. Такое здание, которое нам позволит... Позволит возвращать к жизни мертвых орков. Наконец-таки. Так, кстати, надо еще героя прокачивать. Так, хилка. Хилка сейчас особо не нужна. О, тут звери. Сейчас, возможно, будет нужна. Ну, не, в принципе, норм. Пока оставим хилку на потом. В принципе, до арсенала добраться. Ну, повременим с арсеналом. Так, мастерскую я построил. Ставим тогда рабочее место. Хотя бы одном. И арканум. И начать уже демонов нанимать, да? Так, ну сейчас, на самом деле, рановато. Ну ладно, одного пока наймем. Так, орк у нас похилился сейчас. Орду еще прокачивать рано. Коварства слишком мало, блин. Так, больше, больше арканума. Все прокопаем. Так, тут на 8 материалов. Как раз мы упираемся опять в материалы. Я думаю, нам больше построить, опять же, в мастерской по площади. Так. И, может быть, даже сопляков увеличить. Количество. Но все это потом. Сначала мы должны убить вот эту группу. Так, у нас бабушка все-таки померла, да? Да, отдыхает. Спокойненько. Все, отлично. Лечимся немного. Материалов одна штука уже есть. Так, где там саплекта? Так, еще больше площади. И 750 золота тратим на увеличение количества сопляков. До 10. Хорошо. Еще золотишко. Так, что нам дать, что надо? Пока золота отдыха не будем делать. У нас еще не так много всех демонов. Так, караульную пивоварню. Ну, все равно придется исследовать рано или поздно. Так что, что бы не сейчас. Так, и на будущее золотую жилу. Здесь вот надо тоже запланировать сокровищницу. Что бы потом не искать это все дело. Или сна, тоже прокапываться дальше. Продвигаемся дальше. О, слушайте, он книженцы, книженцы. Что, дают? Обычное продление жизни. Жизнь энергии увеличивает, да? Ну, так-то это бы демону дать какому-нибудь. Ну, ладно, давайте пока... Нет, талии слушать нельзя. Она в основном стоит и кого-то фигачит. Оставлю, короче, на потом эту книжку пока. Не уверен пока, что склеп мы успеем построить. Возможно, мы пройдем миссию гораздо раньше, чем построится склеп. Хотя, в принципе, можно его прямо сейчас строить. Я тебе покажу! Чего я особо переживаю там? Давайте-ка его сразу построим. Может быть, даже здесь. Так, Теллия немного отхватила. Так, уже начинается, да? Живущая там нежить могла воскрешать любых отдавших концы существ Орды. Это наверняка сделает пускающие всех на мясо зло еще безрассуднее. Что ж... Жалование! Так, и жалование нам тут подкосило немного. Статистику там... Ладно, возвращаемся пока. Офигеться, склеп там. Модный. Так, куда делись эти ребята там? Что-то я не понял. Они за ними пошли. Это интересно, это интересно. Так, что у нас с мастерскими? С мастерскими. Девять материалов уже. Давайте строить алтариманы. Так, это надо повернуть. Так, что, поубивали там? Возвращаемся на поля сражений. Ну все, склеп построен. В принципе, можно теперь не бояться, что потеряем орков. Это значит, что... Это значит, что мы сейчас орку дадим книжку. Так, алтарь маны у нас запланирован. Сейчас надо будет мастерскую поставить. Пещеру мастеров, точнее. Потом ее можно, в принципе, расширить будет. Когда сокровищница уйдет, если что. Все, пошли. Пошли дальше. Так, у нас пока заклинание простое есть. Можем его использовать, хотя... Ну, пошли. Блин, три хилки. Откуда? Ну, чем мы три хиллера? Ничего, хотят жить вечно? Все, наконец-то. Я слушаю. Отлично. Без особых потерь, кроме баншем. И захватываем еще один источник коварства. Тут попроще партия. О, тут две. Нужно не похилиться пока что. Так. Насчет демонов, которые должны добывать ману. Не особо они хотят этим заниматься, похоже. Еще один алтарий мы воткнем. Так, пещеру мастеров мы поставим где-нибудь здесь, да? Для начала, конечно, ее исследовать надо. Так, пещера мастеров. Армия Безмятежья была просто до неприличия большой. Ее лидер решил послать карательную экспедицию в подземелье перетрудившегося зла. Естественно, там у них не было ни шанса. Вдобавок, эти трусы из Безмятежья послали хорошо вооруженный патруль, чтобы чинить беспорядки в верхнем мире. Беспорядки в стане сил зла, конечно же. Угу. Короче, понятно. Лучше все-таки ловушками озаботиться, да? Так, ну это будет долго. Я думаю... Тут надо четыре материала, четыре инструмента. Сопляков чего не хватает у нас? Подземелье ворвались враги. Сейчас до врагов доберемся. Ну, в принципе, в подземелье встретят, если что. Хотя, тут уже патруль, он уже будет меня захватывать обратно. Источники коварства. Эх, да... Так, больше демонов тогда, чтобы ману добывали. Герои крадут твое золото. Эй! Охренили, что ли? Вот еще новинка. Крадут золото. Вроде бы раньше они этим не промышляли. Даже в предыдущей части. Это интересно, конечно. Так, пивоварню поставили. Пещера мастеров все-таки замутим. Она дорогая, наверное, будет сейчас. Не хватает золота пока. Все гребаные герои тут не мешают, да? Тут кто-то был вроде бы. Так, сразу сокровище-то запланируем. Кучу денег потратим, конечно. Вот они там. Да, они просто прошли мимо. Мы стали захватывать даже. Точку с коварством. Ну и ладно, фикс с ними, чем. Так, я не понял, что происходит. Не догоняем мы их. Пора платить жалование. Так, ну что, еще наверное согрим этих ребят. Будем паками их агрить. Как это делается в обычном. Так, 23 жалования еще у нас ушло. Так, у нас сопляки работают во всем. Давайте нежитью будем агрить. Сначала вот эту партию небольшую. Так, спулили. И хилку фигачим. Отлично. Так, заглянание изучили. Блин, они обратно возвращаются. Хорош. Так, и золото у нас уже есть. Сейчас надо будет как раз пещеру мастеров-то замутить. Так, и второй источник коварства у нас построен. Нормально. Так, пещера мастеров пошла. Так, что нам еще надо изучить-то? Нам нужно добраться до габботов. Во-первых. Во-вторых, до железных уроков. Тут 250 еще надо. Что у нас там парни там? Я королева зла! Третьего уровня уже наши ребята. Так, ну что, пошли по дороге тогда, по которой патруль ходит. Сейчас пойдем уже захватывать арсеналы с катапультами. У нас стоит пак. Их можно, в принципе, не убивать. Сейчас поглядим, что у них там за защитой. Так, стоп. Я хочу, значит, что сделать. Ммм, я сейчас какому-то... Все-таки придется мне литерию сейчас построить. Хочу моно-щит изучить. Еще немного лимит увеличим. Так, на поверхности у меня сколько демонов вообще? Два демона. Инфиксирующее зло просто заработалось. Оно, похоже, забыло, что в безмятежье стоит огромная армия, способная в любой момент превратить подземелье в гору пепла. Чтобы это предотвратить, будет разумным захватить арсеналы и использовать тамошние осадные машины. Армии обожающего оружия зла нашли один из арсеналов. И оно сразу решило захватить его. Короче, не дает мне рассказчик спокойненько поиграть. Торопит постоянно. Так, ну достаточно слабая охрана получилась тут. В арсенале там. А, ну нет, слушайте, не слабая. Не такая уж слабая. Там еще один баг наверху оказался внезапно с волшебниками, твою мать. Подземелье ворвались враги. Да ебать. Я тебе покажу. Все, сейчас пойдем в подземелье защищаться. На черное сердце напали. Да неужели. Армия неудержимого зла захватила восточный арсенал и катапульту. Я тебе покажу. А, катапульта. Отлично. Будем сеять хаос и разрушение. Это была одна из новомодных Укажи и стреляй катапульт, которые может вести огонь без артиллерийского расчета. Вот он, душимулятор там. Очень удобно. Просто нажми нужную кнопку, выбери цель и все готово. Так. Тут надо банши делать, да? Подождите. Созвезд в склепе с помощью душимулятора нежить может возродить существо орды или обращенного героя. Что-то вот тут... Короче, непонятно. Это надо иметь банши в наличии и еще вот эти два юнита. Один вампир, второй. Это скелет. Непонятный лич, наверное. Ну ладно, раз... А, слушайте. Команда Пекла, огонь. Бегло, огонь. Как раз катапульты управлять, да? Так, интересно, интересно. Нескрытую туманом войны надо цель выбирать. Ясно. Ладно, отложим это все дело до того, как мы в город еще наведаемся. А пока... А пока... Будем строить вот эти замечательные машины. Так, орки-гоблин тут нужен. Так, у меня три орка. Ручная активация. Так, слушайте. Может быть попробовать туда в руку кинуть? Я не знаю. Как вариант. Жалование. Или зомби. Раньше были тут тоже такие, как бы эти... Можно было туда закидывать юнитов, и они превращались. Сейчас. Мы проверим, какую-нибудь орку надо найти. Так, орк, пошел. Нет. Не хочет. Понятно. Не хочет. Ладно. За шумулятором будем еще разбираться. Как хрен он знает, что он делает. Темница. Исследовать надо темницу. Так, сюда темницу поместим. У нас ребята еще не построили, что ли? Так, больше у нас ожиданной одна-то есть. Тут еще и хилку притащили в подземелье. Ладно, давайте туда дальше исследовать. Так, орков-то мы исследовали. Индюшек не хватает. Так, индюшатню я еще... Нет, я уже расширял индюшатню. Вроде бы. Нет, не расширял. Так вот ее будем расширять тогда. Ну, короче, миссия на самом деле не такая уж и быстрая. Если все отстраивать постепенно. Наконец-то построил меня. Так, черки сами должны прийти, да? Или им помочь определиться. Ну и работай, сволочь. Не хотят они работать. Потому что им может быть нечего есть. Так, индюшатня пошла. Что, нормально все? Так, интересно. А, они могут слушать тебя захватывать, это все дело. Твою ж мать. Они разрушили портал, надо их фигачить. Так, и парочку мы... Вот эту орку мы отправим назад. Гублина тоже назад. И одного демона тоже назад. Так, воронку надо расширять. Тут пока никого не появилось. Так, орка-гоблин. Не хотят работать. На черное сердце напали. Да куда они там берутся вообще эти? Все сволочи-то. Зла победи. Ладно, 17 у нас инструментов есть. На самом деле можно уже пробовать ловушке-то поставить. Двери бы еще поставить. Так, сюда обязательно на двери. Так, сейчас все на двери потрачу. Так, не дышать, не дышать. Не по-любому надо дверями ограждать. Так, тоже все не хватает. Золотишка не хватает. Ладно, если бы эти герои на самом деле захватывали места с коварством, было бы куда сложнее. Так, в принципе, норм. Так, и что у нас там по ловушкам там? Золота нет. Так, сокровищница, сокровищница. Я забыл поставить ее на добычу. Здесь мы можем все поудалять. В принципе. И какую-нибудь комнату замутить, да? А что у нас еще не отстроено? Электурия у нас не отстроена. Вот в чем. Значит, мы сносим. Сейчас сюда, правда, будут бегать ребята очень долго. Все перетаскивать. И надо прокапываться к еще одной из жилей. Вот она там уже виднеется у нас. Рядом с воронкой. Но сначала мы определим ее местоположение. Вот она, золотая жила. Блин. Тогда вот так вот сделаем. Как-то так, что ли, придется сделать. Надеюсь, никто не боится пауков. Обнаружено паучье гнездо. Чем этих пауков завалим? Так, значит, золотую жилу нужно взять в оборот. Сокровищницу построить. Защити черное сердце. Да епить. С одного места уходишь, а в другом там нападение. Никакого покоя. Что за кукон такой? Защити черное сердце. Сейчас защитим. Так, значит, тут у нас сейчас прокопают ребятам. Можно воронку, в принципе, сюда расширить. Если что. Так, и лекторий, лекторий нужен мне. Который я еще не изучил, да? Блин, золота нет. Короче, количество сопляков надо, наверное, все-таки увеличивать. Слегка не хватает нам их. В твоем подземелье враги. Да, по КД враги. Это здорово. Так, ну что, давайте запланируем тогда ловушку. На самом деле, на входе не очень удобно ловушку ставить, вот эту, которую нужно активировать. Так, и какой-нибудь лабиринтикой можно замутить тут. в принципе, там. Так, лекторий я не запланировал, да? Так, тысяча золота есть. Лекторий пошел. Да, короче, если так вот основательно все отстраивать, то, конечно, долго получается. Ну, в принципе, торопиться никуда. Нормально сидим. Так, здесь вот. Здесь вот, здесь вот. Надо тоже ловушку поставить. Ну, нет у нас денег. Деньги мы тратим на двери. Пока что. Так, тут же у нас герои томятся. Так, слушайте, я воронку хотел сюда вот расширять, да? Пока особо не нужно, но в будущем, если что, займемся. Нет, тут пока рано. Так, тут тоже золотая жила у нас, золото. Так, шипы. Так, сюда уже шипы не поставишь. Ловушку. И стрел. Ладно, мне нужны смоляные ямы сейчас изучить. Где они тут? Так, вращающаяся огнемет, жировне открывающаяся ловушка, которую выскать из-под земли, приближение врагов и прожаривать их до христианской корочки. Тут любопытно, да? Жировне изучим. Тут у нас смоляная яма. Ну, сейчас аудитория уже занята. Подождем. Просто подождем. Все вроде бы пока четко. Так, у меня еще соплики могут телепортироваться, если мы изучим необходимое заклинание. Нет, ну, где-то вверху, наверное, было, да? Щупается промывка мозгов, это не то. Ну, разуму, манеческий барьер, моно щит. Инструменты. Следующая ванна, это все не то. Ну, ладно, фиксим. Что у нас там по демонам-то? Третьего уровня уже. Надо, короче, расслабляющую ванну делать, чтобы демоны у нас уже апались. Так что комнату мы еще запланируем. И вот тут еще одну комнату. Как не знаю, для чего. Так, что ловушки-то у нас таки не ставятся, да? Жалование. Можно еще одно рабочее место замутить. У нас гоблинов в достаточном. Гоблинов дофига. Что там индюшек-то достаточно? Индюшек у нас много. То есть кушать есть что? Никто не должен вроде как страдать. Так, а как ты к процанта отправилась? Дружище, дружище. Обо что убилась? Непонятно. Нежить может выродить существом. Так, татам. С нежить немного непонятно тут. Лучше нанижить. Втроем подземелье враги. А, ну ты ну что, слушайте. Нет, безумно, это парень. Такое ласты, грекуны. Ладно, понятно. На чем нет душимулятора, если мы еще... Нет у нас, короче, нужных юнитов, чтобы там работать. Я так понимаю, это же все-таки там то... Те, короче, юниты, которые должны работать. Все вот эти. Наподобие здесь, как вот гоблинов ворки. Или это или-или, то есть там не обязательно всех иметь в наличии. То есть, кто-то должен быть. Тогда нужно больше еще, может быть, нанять. И она заработает. В теории. Так, души стрелы, где у нас малощит-то был. Так, души стрелы. Так, что они говорят-то? Не понимаю, что это символ такой. Вот, смотри, заработала она. Вот, смотрите, она взяла труп и начала работать. Просто они сами сюда не хотят идти. Все ясно, короче, с ними. Все ясно с ними. Должны работать. Все хорошо. Все под контролем. Так, я хотел комнату отдыха замутить. Для демонов. Почти все здания у нас уже доступны. Еще тут буквально четыре штуки осталось. Ну, это уже одиннадцатая миссия. Больше половины компаний пройдено. Тут как бы все логично. Так, в принципе, пивоварни у нас достаточно этой. Ну, увы, не имеет смысла мутить. Склеп хочу расширить, чтобы у нас больше было возможностей возродить наших ребят. Ну, что, так быстро работает дешимулятор. Тут же места свободное особо не надо. Только для этих рабочих мест хранить-то ничего. Типа бочек там или еще чего-нибудь. Так, ну, короче говоря, что мы будем делать? Мы будем все-таки добиваться того, чтобы ловушки строились. К примеру, сейчас мы возьмем орков и будем кидать их на эти места. Вот же, для ловушек есть тут все. То есть у нас, возможно, сопляков не хватает, я не знаю. Чуть может быть такой-то. Так, блин. Чего за фигня? Не нажимается у меня исследование. Вот, нажимается. И телепорт исследуем. Вроде ничем они особо не заняты. Раскопок у нас не так много. Мы предпочитают добывать золото вместо того, чтобы ловушки тащить, строить. Да. Может им помочь как-то? Нет, слушайте, деревянная дверь у нас запланирована. Деревянные двери они даже не могут построить. Давайте пробуем его сюда кинуть. Пусть производит еще. Не хочет работать. Так, это у нас как раз молотилка, да? Ну-ка, есть провод поставить сюда вот ее. Слушайте, так можно самому это делать. Своюши налево. Деревянная дверь. Она самораскладывающаяся. Значит, набор деревянная дверь. Отлично. Тут я промахнулся, видимо. Ну? Ну? Нет. Пора платить жалование. Смотрите, он пошел. Видимо, это другая деревянная дверь. А, что за бред? Давай, иди куда ты пойдешь сейчас. У нас ребята должны одевать сами. Вот эти лентяи, а. Мне самому приходится заниматься всей этой фигней. Просто жесть. Все, вроде, сама встала. То есть, конкретная штука, конкретный набор для конкретной ловушки. Или двери. Это забавно, это забавно. Так, давайте гоблина возьмем. У нас отбились, ребята. Ну, такая у нас, короче, будет миссия больше на экономику. На экономику-защитную. Защиту подземелья. Мне все, хочу лабиринт сделать. Ну, как вы видите, с ловушками мается вообще очень долго. Поэтому я не люблю это делать. Уже ровнее построим. Пробуем тут. Туповая ловушка тоже. Так, где у нас гоблины-то вообще? Давай работай, сволочь. Есть хочешь? Гребаные, слушайте. Гребаные, Ордань, хочет работать. Так, здесь надо двери поставить тогда. Дверь у нас что-то не хватает тут. Все же хватает. Тут уже есть дверь. Или она сломана? Петли виднеются, а дверь открыта. Тут эту штуку не могут построить. До сих пор, хотя все есть, короче, все очень странно. Все очень странно и немного мне это даже раздражает. Почему все так медленно? Давайте Орду тогда лучшим и пойдем уже в атаку. Демонов тоже немного получаем. Так, у меня уже построилась комната отдыхта, да? Чтоб демонов-то апать. Зарплата тебе нужна? Так у нас же есть деньги, вот. Деньги добываются. Все хорошо. Чего не тупят, непонятно. Может быть, у них просто приоритет как бы на добычу золота, а потом уже все остальные, все ловушки и постройки. Может быть, из-за этого. Надо просто уменьшить количество добываемых одновременно золотых жил, разрабатываемых, и соблюдать, заниматься чем надо. Хотя вот некоторые, смотрите, стоят, подметают как бы тут, да? Так, ладно. Зубрина не будем брать большую. Оставим тоже подземельем. Может, у меня... Да, ептый, только собрался на выход. Поздно меня предупреждают, а молотилку не успеваю запускать. Так, что у нас по армии, в общем? Два демона всего. Два демона всего. Так, взял, наживающий. На черное сердце напали. Ах! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пошли сюда тогда Так, время повоевать немного Пойдем вот эту точку с коварством захватим И пойдем уже закончим эту миссию Возиться с этими ловушками, короче, бесполезно, я вижу Может быть, на, сказать, сложности это имеет смысл А так, как бы Только время тратить И вообще в свободный режим потом пойдем И там нормально отстроим все эти ловушки И все подземелье Может я задолбался с ними Разбираться Лишь куда-то все долго Я королева зла Да, вот такая не слабая на самом деле партия Точнее даже две партии Я королева зла И тот сомневался там Так, вон, а щит нужен В принципе, да Хотя, нет, сейчас уже поздно Две хилки вроде бы справляются Неплохо Так, сопляки отдыхают Сами разберутся, кто куда Пошли дальше захватывать арсеналы Ну, в принципе, было катапультой сюда пальнуть, да? Как вариант Армия, рискающего вокруг зла, нашла арсенал Его осадные орудия были бы отличным дополнением для войск Отлично! Захватим его! Вперед, армия зла! Так, пробуем пальнуть Выстрел катапульты! Иди и победи! Ну, как это выглядит? Вот просто, когда она прилетит Вот она прилетела Прекрасное попадание вознаградилось стонами И хрустом сломанных костей Идеально! Так, и что, какое КД? Пока непонятно, какое КД Возможно, всего один выстрел Одноразовая катапульта Это будет забавно Если это так Подземелье ворвались враги Так, ну ладно, понятно, короче Все по старинке делаем Герои что-то мешкают Ну что ж, тебе все денег-то не хватает Сокровищица, может, далеко или вне доступа Тут, смотрите, вообще не прокапывают они Ничего Забили на раскопки Забили вообще на все Что-то не так С этой игрой Тут алмазная жила, между прочим Ну-ка Взять кучку золота, попробовать Видите, золото ему дали Доволен вроде как, да? Что, самому золото разносить, что ли, под этим По этим подземельям Так, индюшку надо взять Теперь хочет кушать Вручную покормили Все равно хочет кушать Еще немного покормим его Ну что, так не сыт, да? Да Да, это забавно, конечно Это забавно Но фиг знает, в чем проблема Может, больше ходов делать Подземелья, чтобы Вообще, из всех комнат Во все доступ был В чем проблема Тут пройти Пару метров Проще пойти И всех завалить Пора платить Самый простой путь Так, это катапульта у нас откатилась Или это новая уже? Тут вроде бы не построено оно А, я всех убил Но домики не завалил, да? Понятно Домики тоже нужно уничтожать Шабаса Шабаса не катапульта захватим И пойдем штурмовать город Тесло захватило арсенал И получило осадное орудие В свои когтистые ламы Ха-ха-ха, отлично Проведем полевые испытания Как можно скорее Да-да Проведем, но не сейчас Сейчас надо по-быстрому захватить Оставшиеся арсеналы И Пойти уже к городу Это один из арсеналов Вперед Уничтожать Вернее, захватить его Так, ну благо мана достаточно Силы вроде достаточно Так, и пошли последний арсенал Захватим тогда Уже окончательно Так, кружка есть Слушайте, коняшка тут бегает Ее можно убить вообще? Нет, нельзя ее убить, к сожалению Уберется потерпеть немного Армия, озабоченного оружием Зла захватила западный арсенал И его катапульту Угу И все, да, у нас Неостановимое зло Захватило все три катапульты Они отлично справятся С превращением безмятежья В груду щебня Да начнется веселье Вот это дело Открыть огонь Дайте им прикурить Пленных не брать Ха-ха-ха Что? Кто-то заметил патрулиц безмятежья Сотрите их с лица земли Так, ну сейчас придется, наверное, еще вернуться в замок В замок, говорю, в подземельям Если вдруг нападут Патрулиц безмятежья Канул в лету Они не могли выставить Перед концентрированной мощью Армия обманчивого зла В твоем подземелье Враги Так, попробую его бросить рядом с ловушкой Что будет Но ловушку не из чего делать Потому что у меня там не сделаны эти Материалы для нее Что, будешь работать, нет? Скотина не хочет работать Так, ладно, коварство у меня до хрена Межить улучшать не хочу Ну, правда, что один раз Даже лучше улучшить Лучше улучшить Так, шестого уровня гемон Второго уровня гемон Будет ману добывать Так, у нас стали полумертвые, по-моему, да? Ну ладно, сейчас с ним Выживет как-нибудь Приказывай Че, не первый год замужем 650 коварства стоит герою улучшить Офигеть Так, ну че, у нас три катапульты готовы к выстрелам Сейчас мы попробуем их армию-то Немного подбить, подрезать Ух, ты нихрена себе тут Катапульты отправили свой смертоносный груз в воздух Че, кто-то не двигается Кто-то мог подумать, да? Выстрел катапульты с сочным шлепком приземлился На защитников безмедвежья Так, своих-то бьет, вообще нет? Сейчас заодно и проверим. Нормально. Тупо уже зергом проживаемся. Можно даже вообще катапультами не пользоваться. Золота у нас нет, да? Потому что надо жилы заново активировать. Так, главное, чтобы они сейчас не бастовали особо. У нас катапульты готовы. Бум! Катапульты отправили свой смертоносный груз в воздух. Это птица? Это самолет? Нет. Это смертоносный груз. Защитники безмятежья были заметно потрепаны. От прежней армии осталась только тень былого. Вот что может сделать катапульта. Верно. Лучшего времени для атаки не будет. За мной злые создания. Во имя меня. Вернее, во имя извращенного зла. Грабьте и жгите. Но тяните им трусы на головы. Возвращенное зло. Мне нравится. Так, ну что, видимо, последний бой. Хотя, смотрите-ка, ребята-то очень сильные на самом деле попались. Видимо, так и задумано для финальной битвы. Слишком толстые. Чтобы убить их сходу. Тогда лучшим демонов еще немного, да? Все. Так, сюда тоже, наверное, не надо будет айки, да? Или нужно будет? Нет, наверное, уже нет. Ну что, хорошо, у нас половина города наша. Сейчас вторая половина тоже будет наша. И миссия у нас завершается. Безмятежье было сожжено дотла. Армия разрушительного зла постаралась на славу. Недружелюбное зло для приличия погоревало о своем бывшем поставщике оружия, но затем приободрилось. Свято место пусто не бывает. Талия приказала армии выдвинуться на север, к побережью. Зачем? Нет, мы не хотим раскрывать все тайны прямо сейчас. Все так. Выдвигаемся. Вперед! Что случилось с твоей доброй половиной? Моей доброй? Понятия не имею. Но когда она держит свою варежку закрытой, мне легче дышится. Не могу с этим спорить. Итак, армия злобного зла вновь отправилась в путь. Ну чё ж, миссия пройдена и делаем вывод, что с наушками возиться вообще никакого смысла нет. Все достаточно быстро так проходится. И на этом мы и завершим эпизод. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и вы ждете продолжения игры на канале. А с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.